97-й. И также таким же образом ПМВ. Несмотря на то, что мы говорим, что после того, как поднялись зон в Ман, в Абвы, мы получили там свои света, они выходят оттуда и возвращаются на своё место внизу. Вот и здесь тоже это не означает, что они исчезли со своего места наверху и перешли на место внизу. Потому что если бы зон исчезли со своего места наверху в Абвы-Име, прекратился бы зевук, по ним бы по ним сразу же Абвы-Име, и они не смогли бы передавать света вниз и возвратились бы в состояние Ах-Ба-Ах, как и раньше, до подъёма зон к ним в Ман. И тогда прекратилось бы наполнение Абвы-Имы. И также зон, который внизу, тоже бы потеряли свой Мохин. Потому что уже выяснилось ранее, что Бина по своей природе стремится только к свету Хасадиму, как написано, что он желает милости, и совершенно не заинтересованно получать свет Хохмой, и поэтому находится с Хохмой в состоянии Ахор-Ба-Ахор. Ничего не хочет получать от Хохмой, и Хохмая ничего не даёт. И только во время подъёма зон в Ман к ним возвращается Бина к зевугу по ним бы по ним с Хохмой для того, чтобы передать свечение Хохмы зон за Рампину. И поэтому обязательно, чтобы зон там постоянно оставались. Оставались там постоянно в Абвы-Име для того, чтобы дать существование и поддержку для зевуга Абвы-Има по ним бы по ним. Иначе для чего они ещё будут стоять? И поэтому нельзя сказать, что зоны исчезли из места Абвы-Има в то время, когда они пришли на своё место внизу, на своё собственное место. Но, как написано, что любое изменение места является лишь дополнением. Когда зон поднимается наверх, опускается вниз, есть зевуг, передача светов — это всё только добавка. здесь по пути ничего не теряется, что хотя зоны опустились на своё место вниз, в любом случае остались также наверху, и они находятся в состоянии, когда обязывают Абвы-Иму быть в зевуге по ним бы по ним. И всё время свет от Абвы-Имы светит вниз и наполняет зон. Хорошо? Не очень. Но когда вы будете, прочитаете несколько раз, вы увидите, что это можно принять, можно понять. Это всё в виде очень-очень логичном. Нет здесь ничего, что было бы против разума, против понимания. Мы и так действуем в нашей жизни. Тоже так же в нашей жизни мы так действуем. Поднимаем наверх что-то, делаем там соединение, переключаем, переключатель, находим связь, и тогда опускаемся вниз и пользуемся этим контактом. Нет здесь ничего особенного. У зоны есть потребность получать хокму от Абвы-Имы. Они этого не могут сделать. на своём собственном месте, так они поднимаются в Абвы-Иму. Со своим хисароном, потребностью, они обязывают Абвы-Иму войти в связь. Абвы-Има вступает в связь между собой, и Абва передаёт имя, свет хокмы, то, что требует зон. И тогда, вследствие этого, свет уже распространяется вниз. Когда свет распространяется вниз, Абвы-Има остаются в связи между собой. То есть зон остаются также и наверху, обязывают Абвы-Иму быть в связи. Это как в нашем мире. Дети маленькие, хотя они уже и вышли из отца с матерью, они могут прийти к ним и требовать Абвы-Има. Поскольку они породили этих детей зон, они обязаны давать им и обеспечивают их тем, что нужно. А зон требует. Эта связь, она остаётся постоянной до конца. И нет прекращения в этой связи. Понятно? Латин один. Спасибо, Раф. Спасибо, Раф. Вы дали нам условие, что мы должны искать и представлять чувственно изучение птихи. И сейчас, когда мы вместе прошли какой-то процесс рабочий и очень важное ощущение в течение Конгресса, думаете ли вы, Раф, что нас сейчас больше килим, чтобы настаивать именно на чувственном восприятии и представление этого механизма, потому что это и понятно, и непонятно. И вдруг это становится как-то ближе. Это правильное состояние или это должно быть чем-то отдельным? Изучать это механически согласно объяснению, которое вы даёте. И я думаю, что, прежде всего, это трудный материал. Он очень-очень нелегко воспринимается. Хотя, если мы углубляемся в него, мы видим, что он очень логичен. Очень. Что таким образом мы также строим всевозможные механизмы в нашем мире, материальные. Ещё раз я говорю, здесь нет ничего особенного. Смотрите. Я, может быть, ещё раз это изображу, чтобы было понятнее. Есть у тебя система, она называется хохма. Есть в ней сила, желание, всё. И есть система, которая называется бина. Они противоположны. Хохма хочет получать. Бина желает отдавать. Как они устроены Высшим Светом? В следствии того, что бина хочет отдавать, она хочет уподобиться кетеру. Есть здесь наверху кетр. Да, в следствии того, что бина хочет уподобиться кетеру. А кетер, он полностью отдача, да? Он весь желание давать вниз. Так что делает бина? Она принимает желание получать в себя. Принимает желание получать в себя. И пользуется им. Для того, чтобы были у неё получающие келим, с помощью которых она может отдавать. Она может отдавать. Чему можно это уподобить? Матери, женщине, которые получают всё, что необходимо для того, чтобы давать младенцу. И это у неё не называется, что она получает, потому что это всё для того, чтобы отдавать нижнему. Так, хотя бина является желанием получать, но это желание получать работает всецело на отдачу. Этой бине мы тоже должны уподобиться. Прийти к состоянию, когда все наши келимы, хотя являются получающими келим, они будут как желание отдавать. Как желание отдавать? Конечно же, желание отдавать никогда, кроме как у Творца, не может быть ни у кого. то, что я рекомендую. Мы начнём с вами учить каждый день на второй части урока, и постепенно мы всё-таки проникнем в это, и поймём, и почувствуем, и вы увидите, насколько это будет насколько это будет более понятно. Что у нас есть там в интернете? Здравствуйте, Раф. Есть несколько вопросов от мужчины из Кабью. Кабью, нам нужно Катнут, чтобы поднимать Ман. Мы достигаем ступени Катнут, а потом приходим к ступени Гадлут, когда Гадлут наш меняется, но Катнут не меняется, он постоянен. Да, 5.30. Каждый хиссарон нижнего поднимается к Высшему. Какой тип хиссарона поднимается к Высшему? Все наши хиссароны Высший чувствует, но он реагирует только на те хиссароны, которые могут помочь нам подняться к нему, к Высшему. Такие хиссароны он принимает, все остальные хиссароны нет. Но мы учим все их. Да. 5.33. Какова работа нижнего, если всё происходит через свет Абсак? Работа нижнего — подготовить себя к получению Высшего Света, чтобы принёс ему желание осветиться, подняться, отдавать. То есть наша работа, она главным образом работа по подготовке, чтобы быть готовыми к получению Высшего Света. Из Днепра спрашивают, как сверху у нижнего проявляется манна? Манна, он не проявляется в нижнем. Манна — это подъём хиссарона нижнего к Высшему. В нижнем проявляется маде. Если нижний поднимает хиссарон, который называется манна, к Высшему, Высший за это опускает нижнему силы для того, чтобы отдавать, это называется маде. И с помощью них нижний может производить действие по отдаче и получать Высший Свет, присоединяя к себе желание и так освящаться. Дальше. Последний вопрос из латин. Спрашивают, почему парса проходит в средний третий тиферет? Там начинается, мы это не раз изучали, там начинается получающий килим. Верхняя треть тиферет — это отдающий килим, подобный бене. А две трети. И ниже тоже получающий килим. И поэтому оттуда и произошло разбиение. Верхняя треть тиферет — это пока ещё наполненный Светом Хасадим, то есть дающий желание получать, которое есть там силу защиты, когда они не хотят ничего, кроме отдавать. Хотят только отдавать, да. Всё. Ладно. Мы, по сути дела, пришли уже к завершению урока. Ну, конечно же, эти уроки ещё после Конгресса. Какой? Сотый пункт, да? Девяносто восьмой. А, ещё девяносто восьмой. Хорошо, прочитай. Девяносто восьмой пункт. «И отсюда пойми суть сферы даат, которая возникла в мире никудим». Потому что во всех парцуфим Ак да никудим есть только десять сферот кахаб-зон, а начиная с мира никудим и далее, уже есть и сферадат. И мы считаем их кахбад-зон. И дело в том, что, как это уже выяснилось выше, в пункте 79, что также и подъём ман не существовало в парцуфим Ак, а существовал только подъём экрана в Педерош. И знаешь, что сферадат происходит от подъёма ман-де-зон-каба-вэйма. Ведь было выяснено, что зон, которые поднялись туда в качестве ман, в хухма-эбина, остаётся там даже после их выхода туда, на их место внизу, чтобы поддерживать существование необходимого положения для зевуга Абаба-вэйма пани-бэпани. И эти зоны, которые остаются в Абаба-вэйма, называются сферадат. Да-да. И поэтому есть сейчас у хухмы-эбины сферадат, которая поддерживает и приводит их в положение зевуга пани-бэпани. Это те зоны, которые поднялись туда в качестве ман и остались там также после выхода зон на своё место. И поэтому мы считаем, отсюда и далее, что 10 сферад называются Кахбад-зон, но в Парцухим Ак вышедших в прежде мира Никудим, когда ещё не было поднятия ман, там и ещё не было сферадат. И также знаешь, что сферадат называется всегда пятию хасадим и пятию гвурот, потому что зерампин, который остался там, это пять хасадим, а нуква, который остался там, это пять гвурот. Ладно. У нас не осталось достаточно времени для этого, но только чтобы сказать, что зерампин и малхут называются вместе зон, зерампин и нуква, они поднимают свой хисарон, что хотят, свет хохмы для своего исправления, свет хохмы для наполнения, для того, чтобы получать ради отдачи. И тогда этот их ман, их хисарон поднимается наверх. С помощью этого мана, абаваима, я думаю, лучше писать абаваима вот таким образом, да? с помощью ман, зона абаваима входят в состояние панимбы-паним, находятся в состоянии панимбы-паним, то есть во взаимной отдаче друг к другу, противостояние абаваимы панимбы-паним приводит к их зевугу, и тогда свет от этого зевуга опускается вниз, когда абаваима находится панимбы-паним, тогда свет от их зевуга нисходит вниз в зон. И таким образом они работают. Что ещё? Связь между абаваимой, да? Это аба, это има, и связь между ними для того, чтобы дать зон. Эта связь называется даат. Даат. Это хисарон, который остаётся в абе ваиме и связывает их, даже когда зон уже вышли из связи, но в абе ваиме они ещё, всё ещё остаются, да? Мы видим даже из нашей жизни, что если обычно мужчина и женщина порождают ребёнка, даже если потом расстаются по какой-то причине, но связь, благодаря которой они привели к порождению своих детей, она остаётся у них. И через эту связь дети могут связываться с ними. Так это происходит. То есть даат, сферадат, которую вызывают зон в их подъём в абу ваиму, эта сферадат остаётся и она ставит абу ваиму в состоянии по ним бы по ним, тогда, когда зон должны получать от них, могут обратиться и получить. Это, по сути дела, то, что мы изучили до сих пор, мы ещё продолжим завтра, пока мы не завершим эту часть. Это завтра мы завершим её, и также снова пройдём её, и тогда у нас также будет что-то ещё более близкое к нам, понятие разбиения килим и уже создание миров би-я. Это уже буквально наша духовная область, которую мы должны изучить, войти в неё, исправить её. Пока что продолжим наш день как обычно, я попрошу повторить материал, насколько это возможно, не страшно, что мы не успеваем, и также подготовить себя на завтра к уроку, как к первой части, так и ко второй части урока. Большое спасибо вам. И вы помните то, о чём мы раньше говорили, что главное это молитва, и молитва в обществе, то есть из группы. Даже двое-трое, но не один. Пока.